итак китлюем пояс на кителе одели обе половинки которые у нас с одной стороны соединены края подогнули на два ряда тоже вот здесь одели петельки снизу на подогнутых торцах одеваем полотно боковой шов должен совпасть у вас с краем и вторую часть также делаем совмещаем центр чулка здесь у нас дырочки поэтому наш центр совместиться с дырочками по дорожке смотрим где начинаются одеваем центр теперь равномерно распределяем вот эти части своей половинки то есть если у вас вот так получается вы припасаживаете равномерно это все потом растянется когда мы снимем полотно и потом закрываете все это утюжку вторым второй частью пояса здесь у нас идет по дорожке резинка которая у нас окантовочная идет сейчас немножечко смещу сюда здесь два слоя нужно так аккуратненько надеть на такая эту резиночку припуски должны быть одеты одинаковые везде у меня китель 10 класса поэтому я вот эти петельки одеваю не на каждый токаль а как ложится полотно ну даже иногда на пятом классе тоже пояс или какие-то детали не попадают в токаля потому что некоторые иногда детальки нужно растянуть специально чтобы они потом дольше держали форму соответственно петельки растянутся и где-то у нас будут на токалях пропуске вот так мы одели посмотрели все ровненько теперь подгибаем опять поясочек на два рядочка также вот по вертикали и одеваем его вниз на то коля нижние петельки одеваем и наружные петельки одеваем с краем а потом одеваем уже сами сами маленькие петельки так я сверяю там у меня на том же токали одета вот как задний пояс также и передний одеваем на тот же самый токаль чтобы у нас не произошло смещение полотен и заворотов потом последующем этого шва и одеваем поясочек когда доходим до середины до доходим до серединки смотрим чтобы наши дырочки вот здесь четко середина совпадала с серединой видите да что я не на каждый одеваю только ли иногда пропускаю до конца весь поясок переднюю часть пояса мы одеваем то есть швы соединения пояса у нас совпадают боковыми швами я немножко задок сейчас захвачу чтобы мне было удобнее у меня не совпало вот так здесь немножко потяну боковые боковые швы штанин должны совпасть с швом соединения пояса половина пояса одеваем рядочки вертикальные смотрим чтобы они были вертикально не уходила влево или вправо вот это вот направление вертикали чтобы поясочек вот так вертикально ровненько стоял здесь у нас вот смотрите у меня видите уже вот ушло немножко я вижу сейчас я вот если при прикладываю боковой шовчик поясу у меня немножко вот здесь наплывает значит мне нужно чуть-чуть перегнать сюда петельки то есть их поближе посадить чтобы они были чтобы равномерно посадилась полотно чтобы у нас не было в одном месте лысо в другом месте так и все соединяем шовчик с боковым шовчиком вот здесь где место соединения не пропускаем нижние никакие петельки которые закрутились у нас завернулись вместе соединения пояса просто все проверяем все я все отдела вот так потянула смотрю что у меня все петли одеты если где-то вам не нравится уходят ряды вправо или влево вы можете их под снять и проконтролировать и еще раз одеть так теперь что мы делаем сейчас мы будем кетлевать я подвожу кетелю у меня десятка я включаю кетель в толстых местах где вот у меня здесь кантик лучше проходить вручную потому что на толстых местах игла может подниматься из-за толщины полотна и проходить выше желобка токоля и может получиться так что у вас петелька будет прошита по верхней части вот эта петелька дужки петель которые одеты на токоля сама петля сам сам стежок должен ложиться по нижней части этих петелек может получиться так что у вас получится вот эта строчка посередине или выше тогда край строченый будет не очень красивым аккуратным я иногда даже смотря какие петли по размеру какой полотно из какой пряжи вот так подтягиваю петельки вверх чтобы когда очень мелкие петельки я так подтягиваю чтобы прям вот хорошо полотно натянулась и строчка легла ближе к нижней части вот этой крайней петли вот так вот я буду кетлевать на два раза где толстые места мы пальчиками заранее и давили поправили если у вас есть вытачки на каких-то изделиях не вырезанные а заутюженные какой-то же бывают то в этих местах нужно вручную проходить эти утолщения прошиваю чуть-чуть за боковой шов и покажу на второй раз наш шовчик на пояс нужно дублировать строчку обязательно вот это все у нас посадочка сейчас снимется растянется под утюжек и здесь все будет идеально так я вот сейчас на кетлевую половинку параллельно могу снимать уже сейчас теперь принцип такой если вы здесь можно двумя способами кетлевать пояс то есть можно полностью от кетлевать одну половинку потом оторвать нитку и полностью прокетливать вторую половинку либо не отрывать нитку переместить свой стул и одеть полностью пояс вторую половинку от и до можно снимать частями то есть от кетлевать переднюю половинку потом половина задней половинки снять пояс и половина вторую половину задней половинки пояса тут уже кому как удобно кому как нравится почему частями потому что мы не сможем сразу натянуть вот этот весь пояс задней он длинный мы весь пояс передний снять не можем еще поэтому я буду сейчас кетлевать частями то есть я одену половинку заднего пояса от бак от бока до половинки я прокетлю сниму переднюю часть чуть-чуть чтобы мне было удобно вторую часть дотянуть и докетлю обратно вторую часть все это мы делаем на два раза так на второй половинке нужно отметить середину я забыла отметить от бокового до бокового так вот здесь вот у меня серединка я сюда одеваю пояс то есть конец пояса в идеале нельзя тянуть полотно вот у меня его не хватает этого пояса я сейчас только одну половинку прикетлю а потом вторую то есть я не буду сейчас отрывать нитку чтобы у меня шла нитка целым полотном я вот эту половинку сейчас на два раза при кетлю и не очень удобно мне сбоку вот это делать полотно потому что рядом стоит штатив вот смотрите видите посадочка то есть вот это все вы должны все что у вас где-то набежала что то есть лишнее вы предполагаете это посадить вы должны равномерно распределять вот это полотно то есть не должно быть никакой кучкова насти полотна или петель в одном месте все должно распределяться равномерно высота припусков должна быть одинаковая вот так все теперь я одеваю вторую половинку и кетлюю до на два раза до середины задней половинки изделия так вот смотрите это у меня задняя часть значит я дошиваю на второй раз пояс сейчас я дойду до середины задней половинки и перекину оставшуюся часть при будут при кетлювывать и одевать на такая для этого я снимаю уже прошитое полотно перетягиваю сюда теперь я одеваю пояс в конце у меня тоже два рядочка подогнуты здесь у меня два рядочка подогнуты я одеваю пояс они сейчас выворачиваются но мы их потом прикрепим это не проблематично одеваю пояс вот в стык с первой половинкой с краем и одеваю вторую часть задней части брючины так одела и дальше при кетлювы я тут сбоку петель не вижу поэтому буду одевать медленно принцип тут же одеваем на таколя чтобы вертикальной дорожке никуда не уезжали не уплывали не кучка вались не наклонялись так здесь у меня иголочка пододвинуть китель не в диск не могу поэтому я сразу сдвигая стул сюда девочки у кого домашние кителя они же маленькие вы будете маленькими частями одевать у меня большой китель я вам сейчас просто принцип показываю так здесь мы опять подгибаем две дорожки и одеваем эти нижние петельки в том числе также с краю нижние и верхние стык поясу и до конца уже все петельки одеваем и китлюем вторую часть пояса потом нам останется только зашить дырочку точнее не дырочку а боковой шовчик соединения и оставить дырочку для широкой резины и для шнурка так ну вот так вот это я сделала значит где мне не нравится я поправила не вылезли нигде ли петли не рассловилась ли нитка когда вы одевали петельки и китлюем дальше то есть я сейчас отсюда и до этого места буду китлевать на два раза нитку буду отрывать возвращаться китлевать на второй раз а потом кончики буду заправлять на последней петле прям четко останавливаемся на последней петле никуда дальше не провязываем ни за что не задеваем у меня сейчас тут нитка кончится так раз два все я провязываю отрываю нитку опять дохожу до середины и китлюю второй раз от середины до бокового шва так после того как мы все при петли вали мы снимаем наше полотно иногда иногда девочки смотря какой кетель нужно просто немножечко и большие если петли иногда надо просто потянуть петельки вверх чтобы строчка опустилась до конца то есть это тоже зависит от пряжи толщины по-разному иногда и ложится строчка так теперь мы сняли у нас остались вот эти маленькие пепочки не пепочки ниточки мы спрячем во внутрь и в пояс они у нас и снаружи есть и внутри есть а потом мы берем иголку с ниткой сейчас заправлять не буду вы должны снаружи изнутри все заправить все ваши торчащие ниточки вот смотрите что у нас получилось вот здесь на сейчас мы вот это тоже спрячем ниточку вот что мы имеем сейчас мы снаружи пояс зашьем я вам принцип покажу это мы отрежем потом итак берем иголку с ниткой вот здесь у нас два ряда подогнуты и с этой стороны два ряда подогнуты мы их вот так стыку им рядышком друг дружки совмещая ну как боковой шовчик берем иголку с ниткой в цвет полотна и начинаем сначала вот так сюда два раза вот здесь так вот две закрепки сделали чтобы закрепить вот эти нижние швы между собой а потом начали шить как обычно мы делаем шовчик трикотажный вот так то есть берем крайнюю дужку и на противоположной стороне берем крайнюю дужку потом из следующей назад возвращаемся в ту же потом из соседней назад возвращаемся в ту же где была нитка тут из соседней ну в общем и зигзагообразный шов зашиваете до верха переворачиваете пояс зашиваете ну сантиметра полтора нужно зашить с этой стороны и здесь сантиметр нужно зашить у пояса вот здесь тоже сделали закрепку несколько раз пряжей потому что это слабое место вот здесь нужно это хорошо соединить также здесь сшили спрятали все вот эти причиндалы вовнутрь, сшили сантиметр, и у вас на этом расстоянии от сих до сих изнутри остается дырочка, через которую мы будем заталкивать нашу резинку широкую и веревочку.